Вы смотрите новости. Под эгидой компании Петро Казахстан Кумкой Ресурсис в Казаларде открыт памятный бюст Мурату Саламатову, который стоял у истоков нефтегазовой отрасли региона. Памятник установлен на территории колледжа услуг и сервиса, который носит его имя. На познавательной конференции была проанализирована история становления нефтегазового промысла. Его уважительно называли нефтяным генералом. Мурат Саламатов прошел путь от простого бурового рабочего до первого руководителя крупнейшей компании «Южнефтегаз». Был первым заместителем министра нефтяной и газовой промышленности Казахстана. Его имя вписано в историю кумкольского месторождения, которое дало импульс развитию региона. Первый фонтан был получен в 1984 году. Прогнозы Саламатова полностью подтвердились. В 1991 году был добыт первый миллион кумкольской нефти. К 1993 году окупились все затраты по освоению и обустройству месторождения. Квалифицированный руководитель отличался новаторством. Им реализовано множество инвестпроектов. Есть огромная его заслуга в превращении аграрной области в нефтяной регион. В области чтят память Мурата Саламатова. Его именем названа улица в областном центре. Колледж услуги и сервиса. Теперь нефтяному генералу установлен памятный бюст. Я очень счастлива этому событию. Наш брат связал свою жизнь с нефтью. Сегодня в Сарелле установили памятный бюст. Мы очень благодарны за уважение к его заслугам. Мурат Саламатов сумел в те годы собрать здесь лучших специалистов нефтегазовой отрасли страны. Создал учебный комбинат для подготовки новых кадров из числа местной молодежи. За счет предприятия отправлял нефтяников на стажировку за границу. Благодаря этому в Казларде сформировалась большая команда профессионалов. Для рабочих на месторождении были построены общежития. Появился вахтовый городок. Мурат Газизула также занимался вопросом подготовки специалистов. Он очень много сделал для обучения местных специалистов. На конференции было много теплых воспоминаний о Мурате Саламатове, который стоял у истоков нефтегазовой отрасли региона. Сегодня в сфере добычи нефти и газа в регионе работают 12 компаний.